Жамиля Серкибаева Доброе утро, Джамиля! Доброе утро! С наступившим 2016 годом! Спасибо вам большое, что уделили нам в начале года время и пришли к нам в студию. Знаете, по традиции, когда вы к нам приходите в студию, у нас не просто скрипки играют фоном, а целый оркестр. Веря, у вас очень красивая студия. Наверное, будет очень логично спросить о том, как вы встретили 2016, какие события в вашей жизни неутомимо оставили свой след в 2015 году. И, естественно, если можно, если это возможно, творческих людей раскрыть какие-то карты, маленькие хотя бы секреты о том, что ждать в 2016 году от вас. В 2015 году тот год, который ушел, в общем-то, он был тоже яркий для меня. Это было очень много поездок, очень много было концертов. Но одно из ярких событий в моей жизни, это я впервые поехала в Милан на выставку «Экспо». Для меня это была, конечно, большая честь, потому что представлять Казахстан и в ряде таких известных артистов быть в этом составе очень приятно. Любому, наверное, артисту, творческому человеку. Ну и так как сейчас мы будем готовиться уже, чтобы «Экспо» у нас в 2017, мы, конечно, будем активно готовиться в 2016 году к этому. Естественно, делать какие-то интересные проекты, видео, клипы. Естественно, какие-то, может быть, более большие проекты, чтобы уже ярко представить себя именно в 2017 году. Ну, я надеюсь, что мы тоже будем участвовать и в открытии. То есть, 2015 год был такой насыщенный очень на события. 2015 год, да, он был насыщен разными вот такими вот мероприятиями. Сейчас я планирую вот в этом году, буквально вот через месяц, и уже сейчас мы начинаем работу с рок-группой. Я уже начала эту работу вот в конце года с рок-группой «Рейс-09» давать вот такие какие-то концерты именно специфические, именно в этом жанре. И сейчас я хочу расширить репертуар и сделать такую огромную, большую программу с этой группой. И еще с джазовым коллективом у меня есть план сделать целую программу. То есть, это более такой живой лайф, потому что все-таки мы приходим к тому, что даже если я работаю в поп-направлении, понятно, что это какие-то компьютерные аранжировки. Но все-таки есть тенденция именно к живому исполнению. Как у любого настоящего артиста. Да. И когда мы это все можем увидеть. Я думаю, вот в этом году, уже в наступившем буквально месяц, и мы уже будем... Вы такая большая молодец. Ну, мы труженики, творческие люди. Без этого никак мы не представляем жизни, без творчества, без работы. Когда мы не востребованы, мы скучаем. Лучше пусть будет много работы. Я, наверное, думаю, что вы со мной согласитесь. И в праздники, в основном в праздники мы не отдыхаем, мы работаем. Главное, чтобы мы были на расхват, чтобы нас хотели, и чтобы у нас не хватало времени, чтобы мы разрывались. Вот это счастье. А вот когда ты сидишь и думаешь, так, что-то не приглашают, что-то забыли. И вот это не совсем... Мы так только затронули ситуацию. Она ведь сейчас непростая, на самом деле, для творческих людей, которых... Ну, не будем скрывать это. На самом деле, у нас были в гостях продюсеры известные, которые делились этой настоящей правдой о том, что сейчас стало еще тяжелее записи, собирать команду, программу готовить новую, кому-то это показывать, а кому, казалось бы... Вот, несмотря на всю эту ситуацию, в 2016 году, никто не говорит, что будет легче, может быть, даже будет чуть-чуть тяжелее, нужно немножко поднапречься. А вы не отпускаете руки, вы, получается, все равно делаете программы, ни одну, ни несколько, и пишете их, и клипы снимаете. У Джамили, как у творческого человека, нет периодов кризиса. В этот период сложный нужно действительно что-то просто делать. Пусть даже не снимать какие-то дорогие, какие-то видео, клипы. Наоборот, может быть, уйти больше в студию, открыть какие-то новые направления. Больше, может быть, вот я хочу, допустим, с рок-группой больше использовать все равно казахской музыки, но уже вот в такой обработке, уже, ну, с сегодняшнего дня, уже немножечко другое видение, другое звучание. Если ты на вот как-то полностью, я сель со мной тоже согласится, если ты полностью с головой уйдешь в кино, то есть в съемки, в какой-то, наверное, материал других артистов, изучение, и что-то взять для себя хорошее, ну, кризис, он быстренько так проскочит, 16-й, и все наладится. И будет лучше, и лучше, и лучше. Я думаю, так. Мы не можем, конечно, с Селиной не затронуть тему Нового года. Несмотря на то, что праздник, казалось бы, еще отшубели, хотя не тут-то было, мы любим Новый год, и это праздник всем нам близок. До второго Нового года точно, да. Конечно, хочется полюбопытствовать, как прошли ваши новогодние события, ну, и, конечно, поговорить о подарках. Мы отправляли Новый год, то есть отмечали Новый год дома, в кругу семьи. Я всегда думаю, есть два варианта, или я на сцене, или я дома. То есть и в двух случаях я ничего не теряю. Если я на сцене, то родные тоже со мною, они могут быть со мною на этом вечере. Если нет сцены, то ты отдыхаешь. И в любом случае наблюдают вас по телевизору. Да, в любом случае, да, это есть. До чего техника дошла. Да, да, да. Да. Ну, насчет подарков, может быть, я буду сейчас казаться такой банальной, или избитой, избитая такая фраза. Во внимании самое главное. Я вот, например, очень люблю, когда мой сын мне что-то споет на гитаре в подарок. Ну, наверное, вот это самое дорогое. Ну, а то, что женщины любят парфюм, там, украшения, цветы, естественно, мы никогда этого семьи не откажем. Вы для сына главный слушатель или главный критик все-таки? В его творчестве, наверное, критик. Это вчера он мне играл буквально песню из группы, из репертуара Red Hat Chili Paper. И я говорю, ты знаешь, ты как попало играешь. Я говорю, надо вот каждый аккорд, чтобы был без примесей, без кухни. Вот один аккорд, второй аккорд. Ну, то есть я пытаюсь... То есть скрипка говорит, с гитарой совладают все равно. Да, легко, спокойно. Все то же самое. Никто ничего нового не изобрел. Система та же. А он рвется на сцену? Нет, вы знаете, он для себя больше. Он хорошо танцует, он играет на гитаре. А кем он хочет стать? Вообще он у меня учится в военной школе Аристалла. То есть вот такой поворот вы никогда не ожидали, что есть. На самом деле нет. Ну, на самом деле он уже учится второй год. Но это очень хорошая мужская профессия. Да, мы хотели бы, чтобы он привил свое состояние, свою физиологию, свое мышление. Более стал мужественным, более стал дисциплинированным. Хотя он у нас все-таки утонченный, такой вот из интеллигентной семьи ребенок, которого все обхаживают с раннего детства. И вот вдруг мы его вот как-то так... Выкинули в море, можно сказать. Я хотела сказать бросить, но бросить это не то слово. Действительно, вот на какие-то испытания, которые, я думаю, ему будут... Однозначно на пользу. ...большой школой жизненной. Жмель, а у меня чисто женский вопрос. Я вас знаю очень много лет. Я вас очень на разных мероприятиях встречала. И вы выглядите всегда просто потрясающе. У вас очень много лет вообще не меняется вес. Ну, я думаю, женская часть это поймет, о чем я говорю. Вы вообще не меняетесь. Расскажите свой секрет. В чем? Ну, наверное, это гены. Это, естественно, мама, папа. У мамы моей всегда красивая фигура. И поэтому вот спасибо маме моей, что она мне в свое время отдала такую красоту. Ну, в любом случае нужно поддерживать. Вы занимаетесь спортом? Я занимаюсь спортом, я хожу в спортзал, я занимаюсь танцами, так как сцена требует, чтобы ты не просто в поп-направлении играл на скрипке. И этого мало нужно, чтобы твое тело тоже было управляемым. Поэтому я хожу на разные виды танцев. Поэтому, наверное, вот это меня держит. Ну, конечно, массажики, по возможности, наши салоны, не без этого. Слушай, у скрипачки, по-моему, все стройные. Я не могу сейчас помнить. Помните, кто это у нас? Почему? Есть классики, допустим, они больше такие, может быть, есть игрузные. Дело даже не в этом, просто это, наверное, в физиологии. Ну, дело не в инструменте, в общем. Да, дело не в инструменте. Совсем-совсем нет. Дмитрия, вам огромное спасибо. Спасибо большое. За то, что в первых шагах 2016 года вы уделили нам время. Мы понимаем, что этот серьезный график, который вам предстоит пройти в 2016 году, нас обязательно удивит, а мы, как настоящие зрители-слушатели, только это оценим. Я думаю, что нашим телезрителям будет очень приятно послушать в новом 2016 году от вас какие-то хорошие пожелания. Хотелось бы пожелать новому году, который уже наступил, конечно же, мира во всем мире, потому что мы переживаем, и действительно очень такая накаленная обстановка происходит во многих странах. Поэтому спасибо, что у нас все прекрасно, что у нас светит солнце, что у нас, в данном случае даже в Алма-Ате, у нас тепло, не такая суровая зима. Хочется пожелать вам, конечно же, всем, кто нас видит, здоровья, красоты и много-много музыки в вашей жизни. Потому что когда человек поет, значит, ему хорошо. Когда ему хочется петь, значит, у него все прекрасно. Пусть музыка звучит в вашем доме. Спасибо вам большое, Джамиля. С Новым годом. С Новым годом. Мы напоминаем, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях была прекрасная, талантливая, скрипачка, музыкант и заслуженный деятель Республики Казахстан Джамиля Серкибаева. Мы прощаемся с вами совсем ненадолго. Конечно, увидимся совсем скоро. Хорошего всем дня, друзья. Пусть в вашем доме будет хорошая музыка. Ассен Садокасова. И Алан Черкасов. И Джамиля Серкибаева. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok